Одна из самых продаваемых книг в истории «Дума и богатей» Наполеона Хилла была написана еще в далеком 1937 году, 86 лет назад. Во все века нет и не было ничего более желанного для человека, чем просто думать и богатеть, при этом ничего не делая. Самая популярная книга в истории Библия посвящена чудесам. Без чудес Библия неинтересна и скучна, какой-то пустой и сухой набор нравоучений. А вместе с тем, как и «Дума и богатей» Наполеона Хилла, Библия предлагает тебе успех и процветание без особого труда, просто верь и все. Весьма странно, но в начале прошлого века было написано много книг на подобную тематику. Именно тогда появилась вся эта чепуха с аффирмациями, визуализацией, вибрациями, загадыванием желаний и исполнением всего без особого труда. Но если бы все это было так эффективно, как утверждают авторы, неужели бы мы не видели множества богачей среди нас? Ведь думать и богатеть якобы так легко и просто. За всей этой литературой, друзья мои, за всем этим глобальным многомиллионным разводником людей, оказывается, кроется невероятная тайна, способная изменить ваше представление о реальности. Что если за всем этим существует правда, которую вы ищете, которую ищут все? Вы ее наконец-то нашли. Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Мы начинаем. Человек входит в этот мир, испытывая эмоции, порожденные страхом и болью. Мы начинаем наше существование в момент, когда мы покидаем уют у тробы матери, и этот процесс сопровождается мучительными эмоциями и такими же физическими ощущениями. Суть жизни для подавляющего количества людей, населяющего планету Земля, заключается в том, чтобы избегать мук и испытывать удовольствие. Все наши действия, решения, покупки, обучения, отношения с другими людьми – все это связано с тем, чтобы достичь удовольствия и избежать боли. Обыденность, пустота, ничего не делание не так сильно поначалу пугают людей, как муки, но со временем все это упущенное время и возможности порой терзают нас еще сильнее, нежели физические страдания. Практически всему тому, что вы не любите и с чем не хотите сталкиваться, больше всего предшествует нечто, что тождественно понятию зло для каждого человека, когда-либо жившего на Земле. Это нечто – страх. Самая кошмарная и ужасная эмоция и ощущение из всех существующих, созданных реальностью. Человек боится, начиная с самого детства и до момента своей смерти. Он боится всего – жизни, смерти, завтрашнего дня, того, что его не будет, болезни, бедности, не успеть, не реализоваться, недостаточно всласть, нажраться, напиться и натрахаться, а также напутешествоваться. Боится людей и остаться без них. Благодаря Библии и другим религиозным книгам, которые являются столпами мировой веры, контролирующие 90% населения Земли, человек боится не только этой реальности, но и той, которая грядет якобы после смерти. Библия пропитана страхом и поучениями, суть которых – если ты не будешь послушным, то, что тебя ожидает после смерти, еще хуже, чем то, что тебя ожидает здесь, на этой земле. Адские муки, как утверждает религия и Библия, не сравнятся ни с чем, что мы считаем самым ужасным на нашем жизненном пути. Библия, словно оружие массового поражения, смогла внушить страх двум с половиной миллиардам человек. Но и вместе с тем надежду на то, что если хорошо себя вести, то можно получить то, что не получишь здесь. Много хорошего там, после смерти. В Библии, в Коране, в Торе и даже у буддистов Бардот Хёдол, книги мертвых, очень много страха, который пускает корни в душах верующих на долгие годы. И у этого есть тайный смысл, важный, глубокий, страшный. Сейчас вы узнаете о нем. Как только ты рождаешься и начинаешь соображать, сталкиваясь с реальным материальным миром, он демонстрирует тебе возможность, как избавиться практически от 100% страха. У тебя должны отлично идти дела, в том смысле, как это понимают 99% людей, населяющих Землю. И тогда ты просто-напросто сможешь себе купить отсутствие страха. Вы можете врать сами себе, я могу врать сам себе, мы можем обманывать друг друга, но в какой-то момент, кем бы вы ни были, вы будете делать все, начиная со школы или университета, начиная с совершеннолетия, а то и раньше, чтобы быть способным купить себе реальность, в которой, как нам кажется, нет страха. Если ты облажался или облажалась, для тебя создали религию, там ты получишь все то же самое, возмездие, обидчиков, справедливость, отсутствие страха и все, что не смог купить на Земле после того, как сдохнешь. Но нужно соблюдать правила, очень конкретные, и тогда, может быть, тебе пожалуют то, относительно чего мы все ссымся от желания получить больше всего вечную жизнь. Там ты купишь отсутствие страха смерти, наконец-то, главный страх человечества. Религиозные правила, выполняя которые там, после смерти, ты сможешь купить все то, что покупают успешные люди на Земле, кажется, соблюсти несложно, но это огромный обман, и у этого есть очень важный смысл, а также гигантская тайна. Она, между строк, спрятана практически во всех религиозных книгах. Теперь, в наше время, когда наука сделала сотни шагов вперед, она может быть раскрыта полностью. Мир неоднороден, и порой в нем появляются те, у кого нет шансов вообще ни на что. Однажды Мэтью МакКонахи сказал, что Вселенная делает все возможное прямо сейчас, чтобы дать вам все, что вы хотите. Эх, Мэтью, закрыл бы ты свою пасть и оставил бы для себя лишь кино, в котором ты действительно очень хорош. В отличие от тебя, я скажу правду людям, прямо сейчас Вселенная уничтожает сотни миллиардов звезд и планет, а также огромное количество необыкновенных видов и форм жизни, которые существовали благодаря им. Великие цивилизации и произведения искусств, надежды и чья-то любовь, форму которых мы даже не можем себе представить, сейчас уничтожаются миллиардами, и мы ничего об этом не знаем. Это невообразимое многообразие Вселенная уничтожит навсегда. Более того, мы этого не понимаем и не ощущаем, но прямо сейчас на огромном несуществующем циферблате беспрерывно идет отсчет времени до момента, когда не станет людей нашей планеты. Будет это метеорит, супервспышка на солнце или мы сами себя истребим, неважно, отсчет идет беспрерывно. Вот такая вот Мэтью Вселенная, хладнокровная сука, насколько до температуры минус 273 градуса, при которой почти все живое подыхает. С другой стороны, у Вселенной есть полярность, и прямо сейчас она дает жизнь триллионам существ и миров во Вселенной. Вселенной вообще, в принципе, наплевать на то, кто на что надеется, и она не собирается никому помогать или вредить. Она развивается, как ей кажется, максимально органично, и на ежедневный быт вселенских блох она не обращает внимания. Так же, как на них не обращаете внимания вы, люди. При этом в правильном мире у всех должны быть равные права. Наш мир неправильный, и мы нифига не равны. Ни биологически, ни умственно, ни эмоционально, ни классово. Вселенная не может относиться никому с симпатией или отвращением. У всех ее детей должны быть равные права. Но как же это сделать? Как дать равные возможности всем в тот момент, когда ты не можешь проследить за действиями всех блох, среди которых попадаются и бывают особо наглые, жирные, злые или, увы, наоборот, больные и слабые? Значит, надо создать единый принцип существования реальности, вшитый в базовую ткань существования, которую никто не сможет отобрать у всего живого, наполняющего реальность. Нужно создать некий ключ, элемент, схему, способ, кнопку, которой даже в самой тяжелой ситуации сможет воспользоваться каждый, как бы тяжело ему не было. Наверное, это можно назвать или сравнить с неким чудом, на который имеет каждый право, когда ему очень плохо. Именно это чудо Наполеон Хилл, Эткинсон, Зеланды и прочие вам продают. Но они не работают. Почему? Потому что не были соблюдены базовые вводные параметры. Потому что не были выполнены условия, вшитые в базовую ткань реальности. Из всех условий, а их немного, вас оповестили лишь о самом простом, и то очень неправильно. Мир не всегда справедлив, и часто он дарует нам сложные ситуации, в которых у нас нет шансов на победу или хоть сколько-нибудь благоприятный выход из них. Порой вся жизнь это одна сплошная, очень сложная ситуация от начала и до конца. Но что если у нас есть ключ, который позволит нам в любой момент изменить свою реальность, даже в самых тяжелых ситуациях? И этот ключ есть у всех. Людям оставили только рыбьи кости, лишив истинной тайны того, как все изменить в свою пользу. Реально, а не фигурально. Кто ближе всего к мистике, к метафизике и чудесам по изначальному лекалу? Жрецы, колдуны, ведьмы, священнослужители, теурги, святые, пророки, монахи. Ведь святость и чудеса неразрывно связаны между собой. Все эти люди должны иметь связь с потусторонним, хорошим или злым, неважно. Теперь давайте подумаем, что некоторых из них объединяет. Есть ли некая красная нить, которая проходит по всем этим людям и их, скажем так, занятиям, способная направить нас на ответ? Указать на то, что отвечает на самый важный вопрос. Итак, в христианстве монахи не занимаются сексом. В буддизме монахи не занимаются сексом. Христос по канону вроде как им не занимался. Он прям-таки лакмусовый образец по производству чудес. Сейчас все эти странные люди из ноуфаб-комьюнити, которые отказываются от мастурбации, везде трубят о том, что их жизнь изменилась после отказа от мастурбации и от пустого секса к лучшему. Еще немного, и они начнут просто-таки ходить по воде. Что насчет всяких там колдунов и ведьм? Только настоящих. А не весь этот интернет-мусор в стиле битвы экстрасенсов и прочее. Я говорю о тех, кого называли теургами. Что с этим? Один из ритуалов, описанных в величайшем гримуаре Абрамелина Мага о взаимодействии со своим ангелом-хранителем, требует трехлетнее нахождение в строгом посте. Ого, ничего себе! А еще Адольф Гитлер, этот гондон был вегетарианцем. И он не имел секса. Его жена Ева Браун говорила об этом, что он к ней не прикасается и очень далек от секса. Это тщедушное чмо получило то, что хотела, и имела это до того момента, пока исчезло то, чем он платил за получение этого всего. Корреляция есть, она всюду, и она очевидна, ведь и в христианстве, и в буддизме практикуется долгий пост. Может ли воздержание и пост приблизить нас к тому, что мы можем охарактеризовать как чудо, или удача, или некая благосклонность незримого мира? И почему вообще такое может происходить? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте пойдем дальше. Нужно больше доказательств. Давайте рассмотрим гипноз, который сегодня кажется чем-то смешным и практически псевдонаучным. Однако в прошлом гипноз это была истинная наука, используемая в медицине даже вместо наркоза при сложнейших операциях, подразумевающих использование скальпеля для воздействия на кожу, мышцы и даже органы. Словесное внушение оказалось сильнее сигналов, идущих от органов чувств, поэтому его применяют при операциях, когда обычный наркоз противопоказан. О боже, в научном фильме, который создан Министерством здравоохранения, на полном серьезе говорится о том, что гипноз используется, когда человеку противопоказан наркоз, то есть вскрыл и режешь, и не больно. То есть операция человека с обезболиванием через телевизор – это не аферизм, а то, что делало постоянно на государственном уровне много лет раньше. Что нам скажут священнослужители об исцелении и о чудесах? Народные целители и даже служители церкви использовали методы прямого и косвенного внушения в лечебных целях. Священник Сергий Пермский исцелял хронических алкоголиков посредством того, что брал с них за рог не пить спиртно, при этом заставлял их целовать крест и Библию. Таким образом, отец Сергий излечил около 30 тысяч человек. Ничего, кроме внушения гипноза, я там не видел. Никаких чудес, никакой воли Божьей, обычная психотерапия веры. Ого! И у тех, и у тех похожие действия и результаты. Как же так происходит? Раньше ведь были психотерапевты, которые используют гипноз, способные не только лечить, но и сделать человека успешным, помочь ему в этом. Не могу понять, почему этого нет сейчас, почему это все сейчас считается аферизмом. Потому что от вас, от каждого человека, это спрятали умышленно, превратив в дойную корову, которая даже и не осознает своей ценности, не осознает того, на что она способна. Это самая главная тайна из всех существующих. Сейчас вы ее узнаете. Иди за красной нитью, и ты найдешь ответы. Давайте проведем расследование о том, как гипноз связан с тем, что можно назвать метафизикой или даже мистикой. Откуда взялся гипноз? Давайте наберем в переводчике гипноз и посмотрим, как это слово переводится на английский. Звучит и выглядит почти так же, как на кириллице. Но есть еще и некие дополнительные материалы. И тут мы видим некое слово «месмеризм». И это есть изначальное название гипноза. И появляется оно благодаря тому, кто создал гипноз в его современной форме. Францу Антону Месмеру. Человеку, жившему в 18-19 веках, создавшему теорию магнетизма. Наберите слово «магнетизер» в гугле, и вы увидите, что магнетизер – то же самое, что и гипнотизер. Более того, магнетизер – более правильное и аутентичное название. Его изменили, чтобы скрыть от вас величайшую тайну. Чтоб, следуя за красной нитью, вы не смогли найти ответы. Сейчас я скажу вам то, что мало кто знает, чего вы не прочтете в Википедии, называющей магнетизм псевдонаукой. И отчасти – это правда. Магнетизм не имеет никакого отношения к магнитам. Животный магнетизм не имеет никакого отношения к животным. Магнетизм, как считал сам Мессмер, – это некая энергия, которая может появиться в нашем организме. И как он считал, эта энергия и ее сила может дать нам с вами следующее. Зачитывая строки из доклада Мессмера, написанного им в 1781 году. Открытие действующего на нервы принципа уже долгое время назревало, ибо он является очень важным в жизни каждого человека. Этот принцип, действующий на нервы, может расширить кругозор и сделать счастливым, может победить все болезни, которые до последнего времени не подавались излечению. Те несколько особенностей учения об этом принципе, который я передал за последние несколько лет, были восприняты публикой с большой ревностью, завистью, гордыней и недоверием, переходящей порой в умышленный обман, преследующий цель, чтобы эта теория была забыта. В 1781 год Мессмер сумел предсказать будущее истины, ее части. Им удалось, эти мерзавцы сделали так, что тайна была забыта, тайна исчезла, и корова больше не знает и не понимает, что существует на ферме лишь, чтобы добывать молоко, некий элемент. Магнетизм, слово, которое сегодня звучит как магия или как ересь, Вы знаете, что когда-то магнетизм был частью науки, мейнстримовой, во многих медицинских университетах были кафедры, обучающие этому. Сам Мессмер лечил людей с помощью этого принципа, менял жизнь и совершал чудеса, не давая этому никакой мистики, относясь ко всему с точки зрения изучения и науки, Махание руками гипнотизеров и всякой аферистической шоблы – это оттуда, из магнетизерства, и называлось оно тогда пасами. Вот они у академического суперпрофессионала доктора-психиатра. Пасы такие же, как у экстрасенсов и псевдоколдунов. Гипноз и его чудеса пошли из магнетизма и от Мессмера. Тот факт, что в начале и в конце предыдущего веков было так много дерьма в стиле дума и богатей, как и сейчас – это все осколки истинного знания, которое было тогда, когда-то, которое скрыли от нас, упростив и исковерков. Ни черта не работает сейчас ни у кого. Почему? Ну потому что для начала мы теперь уже знаем, что должна быть некая энергия, элемент в организме – та, что называлась Мессмером-магнетизмом. И у нас, наконец-то, есть первая зацепка относительно того, чем мы должны заплатить или иметь в обмен на чудеса, в обмен на благосклонность. Но почему магнетизм исчез из нашей жизни? Ведь это было частью науки, частью повседневной жизни. Мы узнаем, как это знание исчезло и почему. Магнетизм, как сфера медицинской науки, исчез, потому что, во-первых, Мессмер был неправ во многом и лишь коснулся истины, хорошо коснулся. Его винить за это нельзя, так как у него не было научных данных и материалов, которые есть сейчас. Магнетизм, магнит, притягивать чудеса в жизнь, закон притяжения. Теперь вы поняли, откуда корни современного аферизма, который парят нынешние инфо-цыгане. Бывший партнер Мессмера, коллега, после того, как вся Европа узнала о невероятных чудесах Мессмера, стал продавать магниты, уверяя, что они лечат, и это и есть магнетизм. Так истина была похоронена окончательно, после чего остались только мелкие осколки, которые почти невозможно собрать воедино простому человеку, чтобы что-то понять. Но тот, кто хочет, вооружившись желанием понять, как же на самом деле обстоят дела, и желанием помочь людям отыщет правду, даже если на это понадобится десятки лет. Однажды я прошел самые хорошие в городе курсы по гипнозу, которые ведет человек с академическим образованием, чей авторитет в научном сообществе непререкаем. Я был там уже с огромным багажом знаний по этой теме. И вот когда я изучал техники гипноза, я узнал о том, что одна из техник классического гипноза, чьи корни в магнетизерстве, это, внимание, визуализация. Например, у вас болит сильно зуб. Боль никак не проходит и мучает вас часами. Представьте себе четко комнату со всеми сопутствующими деталями, заполненную густой тьмой. Возьмите мысленно в руки нож. Начните резать эту тьму на кубы. И выносите эти кубы из комнаты. Эта комната – ваш зуб. Тьма – это боль. Пусть этих кубов будет сто. Пусть сам процесс будет четким. Вы не можете поделить эту тьму на две части всего за полсекунды. Вам придется усилием воли погрузиться в глубокую визуализацию. В момент, когда вы вынесете последний куб тьмы, из комнаты зуб перестанет болеть. Я сделал это впервые в лет 6 или 7. И лишь спустя более трех десятков лет узнал, что это просто гипнотическое классическое обезболивание через визуализацию, которой пользовались многие мировые светила психиатрии прошлого. Вот и все. Но здесь в том, что мы обсуждаем, ключевое слово – визуализация. И связана ли эта визуализация с той, которая должна привести нас к исполнению желаний, исцелению, счастью, изменению судьбы. В том случае, если у нас есть чем заплатить, тем, что мы копим, как это делает Теург, совершающий ритуал взаимодействия с ангелом-хранителем, исходя из книги Абрамелина Мага. Или то, что копят монахи христианские или буддистские. То, что копят представители NoFab Community, которые утверждают, что после отказа от мастурбации и случайного секса их жизнь теперь сказка. Это нечто и есть то, чем мы платим за получение того, что мы хотим при минимуме усилий. Мессмер говорил, что эту энергию, то есть магнетизм, можно передавать, например, в фарфоровой чашке. На этом строится вся сила амулетов, волшебных палочек, крестиков, икон, которые на самом деле способны защитить, если их накачать этим нечто, этим элементом. Да, друзья мои, после 25 лет исследований, изучений и экспериментов мне удалось найти этот элемент. Я знаю, где он хранится, как правильно его копить, как использовать, как он взаимодействует с нашим организмом, мозгом и нервной системой, на что он способен и как его менять на то, что хочешь. Среди всей чепухи, неработающих схем, я сумел обнаружить то, что производят и отдают через молитвы, желание и страх молочные коровы на ферме планеты Земля. Я утверждаю, что если оставить молоко себе, то можно им торговать в обмен на то, что вы хотите, совершенно на все. Сейчас надо сказать, эй, инфо-цыган, если все так, то чего ты сам не использовал? Это для себя, чтобы получить, что хочешь. Ну, во-первых, друзья, надо сказать, дела у меня идут совсем неплохо. Во-вторых, я получаю то, что хочу, и в тот момент, когда я хочу. А в-третьих, друзья мои, я могу врать. А вот эти люди не могут. Я бы никогда не записывал никаких хвалебных роликов, если бы у меня на самом деле что-то не происходило. Года три пытаюсь в чем-то принимать участие, там, в каких-то ретритах, групповых медитациях, марафонах. Бред полный, который я никогда ничего не чувствовал. Мне вообще кажется, что люди это все полнопридумывали, лишь бы деньги собирать, то и все. Но это так было до того, как я начал проходить курс у Петра Крежановского. И я пришел к самому работодателю, к тому человеку, который меня принимал на работу. И это вообще, такое ощущение, хотя мы с ним видимся каждый день, такое ощущение, что совсем новый человек, не тот, что был. И начал мне предлагать другую должность, которая находится следующей, после той, на которой я работаю. Хотя я на это не мог рассчитывать еще лет пять, наверное. Но что в плане самого общения людей, и достижения целей, и там, желаний, вот в это я все поверил. Другие результаты, и настолько, как бы, положительные для меня, что это вообще даже, я не знаю, как рассказать. Это на самом деле не какая-то там вера, это настоящий инструмент, с которым можно работать. Хочу записать сегодня отзыв о прохождении курса Петра. Супер результаты, хотя я не проходила его на 100%, примерно 90%. У меня были такие желания, как макбук, повышение зарплаты, в принципе, увеличение денежного потока, и увеличение силы интуиции. И что у меня еще было и продолжается, так как я продолжаю все инструменты использовать, увеличилось количество случайных встреч с нужными людьми, и какие-то мелкие сделки, более крупные сделки. Также я познакомилась с человеком, с которым мечтала познакомиться уже два года, это известная личность, и я была невероятно удивлена, и 100% это из-за техники, которую мы использовали в курсе. Самые лучшие бонусы я получаю от жизни, от мира, и это все работает. Так что всем советую, всем удачи, не сомневайтесь, просто берите, идите, делайте и получайте. Меня зовут Андрей, я один из участников курса по накоплению элемента. Я считаю, что это лучший курс, лучший даже не курс, поймите, это инструмент, благодаря которому мы можем, по сути, мы можем исполнять свои желания. Своим 43 годам я уже много чего перепробовал, много что прочитал, воплотил в жизнь какие-либо практики, от которых абсолютно никакого результата я не получал, кроме как разочарования. Скажу честно, у меня не было каких-то особых иллюзий, это было, знаете, на уровне надежды, как это говорят, хуже не будет. Но каково же было мое удивление, когда мало того, что это не хуже не будет, а это был прямо какой-то уникальный опыт, который дал мне исполнение моего на тот момент, наверное, самого заветного желания. Желание было абсолютно прозаичным, но очень необходимым мне это поиск работы. Я могу сказать, что я нашел такую работу, которую я не то, что даже не ожидал, мне казалось, что это невозможно. Я устроился в государственную службу, которая непосредственно не предполагает вообще такой категории граждан. У меня просто ощущение было, что сместилась какая-то парадигма этого мира, что это невозможно. Как будто я попал через этот курс в какую-то параллельную реальность. Вот в этот момент я действительно поверил. Хочу поделиться результатами прохождения курса от Петра Крыжановского. Мне удалось переехать на ПМЖ в Германию, я мечтала об этом. Еще до начала курса мне снился Петр в костюме Теурга, который просто, такое ощущение, что вытащил из меня черный шнур и сказал, не нужна тебе эта киста. Я запомнила этот сон, но не придала ему особого значения. И потом в Германии мне уже сделали операцию как раз по удалению кисты. Когда я вспомнила это, я очень сильно удивилась. Ну, просто это было, ну, нереально было поверить в такое. И по мелочи сбылось многое, типа материальные, всякие ценности, золото, новый ноутбук, новый планшет, телефон. Собственно, если строго соблюдаешь все рекомендации Петра, то может получиться очень много. Для себя это была затея, ну, для того, что курс действенный, рабочий, он помогает. По окончанию курса самое заветное желание оно начало исполняться, хотя с 2016 года ничего абсолютно не получалось. Это сбылось. После прохождения курса как-то само по себе и появились деньги, и желания, и силы, и я его все-таки начал строить. Что можно сказать? Курс действенный. Ну, неужели вы думаете, что я не проверил это все и не обкатал на реальных людях и реальных достижениях? Судя по всему, не все инфо-цыгане инфо-цыгане. И, видимо, у кого-то бобы действительно могут оказаться золотыми. Можно сказать, вот значит все врут, а ты, значит, весь такой честный и гениальный со своим элементом не врешь. А почему бы и нет? Ведь должен быть прецедент, должен ведь быть кто-то первое, кто разгадает схему. Почему бы и не я, я много искал, находил, пробовал, получал, изучал, жаждал обнаружить, хотел помочь и хотел не обмануть, хотел быть нулевым пациентом, с которого начнется эпидемия позитивных изменений. Все отзывы, которые вы слышали, записали люди, которые прошли мой онлайн-курс по накоплению элемента, с полной версией этих невероятных отзывов, от полных скептиков, поначалу, которые рискнули и у которых получилось получить то, что они хотели, вы сможете ознакомиться в группе, в телеграме, посвященной накоплению элемента и курсу. Ссылка на группу будет в описании под этим видео. У кого-то были исцеления, у кого-то были деньги и работа, у кого-то появилась судьба и предназначение, у кого-то появился какой-то человек. И суть, друзья мои, очнитесь, суть не во мне, а в правильной схеме. Это не экстрасенсорика, не магия или мистика, это наука, то, как происходит реальное взаимодействие между миром физическим и миром метафизически. Мы им молоко, они нам взамен плату за него. Эта система работает как часы. Доля тех, кто действительно делает все правильно по накоплению и отдаче элемента и потом в итоге получает то, что хотят, феноменально высока. Не просто думай и будешь богат, но и делай, изменяй свой мир и свою жизнь. Чудеса – это результат работы, конкретной схемы, чей итог конкретный результат. Всех настоятельно приглашаю пройти мой курс по накоплению и использованию элемента. Переходите по ссылке под этим видео в группу в телеграме, где будут ответы на все вопросы, очень интересные отзывы и многое другое. Также, друзья мои, о том, что такое элемент, о его сути, о том, на что он способен, об этой невероятной загадке, об этой невероятной тайне, вы сможете узнать, прочитав мою книгу «Восхождение». Ну, скажем так, не все могут пройти онлайн-курс, поэтому всегда можно найти ответ, прочитав эту книгу. И там, исходя из текста этой книги, вы сможете понять, в принципе, по большому счету, все детали. Прохождение онлайн-курса это, знаете, как тренироваться в спортзале с тренером, а также можно тренироваться и без тренера. Конечно, с тренером это значительно надежнее. В любом случае, друзья, рекомендую или книгу, или пройти онлайн-курс. Жмите, пожалуйста, по ссылке в описании под этим видео, переходите в группу в Телеграме, и там вы узнаете абсолютно всю невероятно интересную информацию по этой теме, по элементу, по накоплению и как его использовать. Творите только прекрасное и хорошее, любите не богов, а тех, кто рядом, кто нуждается в этом. Отдавайте элемент им. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok